Впервые за много лет в фойе развернули выставку детских работ, рисунки, аппликации, различные поделки. Юбилей Великой Победы не прошел и мимо приемных семей. Нежные букеты из пластика опекун Нателла Иванова подготовила победителям конкурсов. Ее подопечная внучка Света вместе с подружкой сделали 76 разноцветных браслетиков. Девочки вручали их всем детям. У Светланы для бабушки свой подарок. Учебный год закончила на отлично. Благая весть для всех одинцовцев. Больше всего сердце болит о тех двух детях, которые у нас находятся в детском доме благо. Их осталось только двое. Два мальчика. Но для одного мы подобрали семью. Вот сейчас он съездит в лагерь отдохнет и мы его передадим в семью. Правда семья дальних родственников. Правда семья живет не в Одинцовском районе, но мы очень долго шли к этому. Второй мальчик в сентябре пойдет учиться в учреждение профессионального образования. И детский дом благо опустеет. В Одинцовском районе 359 замещающих семей. Воспитывает 435 детей. 36 из них в этом году стали выпускниками. Начинают самостоятельную жизнь. Я вас всех поздравляю. Благодарю вас за тот труд, который вы вкладываете в этих детей, помогая и нам, и государству. Всего вам доброго солнечного неба и хорошего семейного уюта, который вас окружает в этом мире. Благодарственные письма и ценные подарки получили Владимир Седов, Екатерина Гайворонская, Татьяна Соловьева, Любовь Сидорова. Невозможно перечислить всех, кто в этот день поднимался на сцену. Милосердие, доброта, искренность, сопереживание – все эти слова звучали из уст представителей разных поселений района – Ершовского, Большевиземского, Никольского. Огромное вам спасибо. Вы даете путевку в жизнь детям, которые потеряли нам все надежды, и вы их возвращаете к жизни, даете им добро, любовь, ласку. В наше время не стало меньше людей, готовых помочь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Поэтому недалек тот день, когда детский дом блага опустеет. Это неимоверно тяжелый труд принять ребенка таким, какой он есть, с его тяжелым характером, с его трудным поведением, даря ему при этом любовь, заботу и бесоценочную любовь. Я благодарю вас за ваш значимый и важный выбор. Наступило время чествования детей участников конкурса «Салют Победе». Отмечено 47 человек. В номинации «Творческий номер» первое место занял Даниил Кузнецов. Второе место присудили ансамблю Аллы Ямпольской и Елены Лясниковой, исполнившему казачью песню «Если хочешь быть военным, дисциплину соблюдай». Ансамбль, объединивший две приемные семьи, стал сюрпризом и для самих организаторов праздника. Его руководители были отмечены благодарностями и подарками, как и авторы браслетиков, подаренных детям. Еще одно подтверждение истины – добро замечается, добро возвращается. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».